В Вязниках прошёл выездной день законодательного собрания. С активом района встретились председатель ЗС Владимир Киселёв и вице-губернатор Михаил Колков. На одной из площадок парламентарии пообщались с депутатами райсовета и муниципальных образований. Участники встречи обсудили важные аспекты социально-экономического развития Вязниковского района. Сегодня здесь уже сформировано 17 инвестиционных площадок и 15 объектов для размещения новых производств. К слову, обсуждались не только достижения, но и проблемы территории. Есть в районе недоработки по газификации в сельской местности и в сфере медицины. Показатели по здравоохранению Вязниковского района по целому ряду позиций хуже, чем среднеобластные. Это требует вложений. У департамента здравоохранения при поддержке губернатора сегодня по здравоохранению Вязниковского района отдельная программа отрабатывается, которая предполагает вложение на первом этапе еще порядка 140 миллионов рублей. Также делегация посетила спортивно-оздоровительный комплекс «Чемпион». Он был построен в 2014 году. Со строительством спортивного комплекса, конечно, жизнь спортивная в городе стала намного интереснее и насыщеннее. То есть это появилось новое место для проведения многих спортивных соревнований. Сейчас основное место для населения Вязниковского района, которые приходят укрепить свое здоровье. То есть приходят у нас в бассейн, в тренажерный зал и приходят сюда в спортивный зал. Проходимость высокая, отмечает директор спортцентра. С 1 января этого года уже 32 тысячи посетителей. В «Чемпионе» ежедневно проходят тренировки по баскетболу, волейболу, карате и боксу. Школьники города и района могут посещать спортивный центр бесплатно. Мы хотели наградить ваших тренеров почетными грамотностями на данном собрании. Первым награждается майор Баркадий Борисович за многолетний добросовестный труд, активную работу, физическое испытание молодежи. Додоров, Дмитрий Павлович тоже. Мы вам желаем успехов и в сборке, и в жизни, и в самой главной учебе в школе. Еще одна точка в рамках выездного заседания – завод «Асвар». Предприятие является одним из крупнейших в стране по выпуску автомобильных светотехнических приборов. То есть на сегодня мы разрабатываем изделия от различных плафонов фонарей до головного света, светодиодного исполнения для всех ведущих автомобилей, которые производятся у нас. То есть мы это все проектируем, проектируем самостоятельно. Ну и кроме этого мы уже изготавливаем и начинаем реализовывать продукцию для уличного освещения, для промышленных помещений. Есть, безусловно, проблемы у предприятия. Это, в первую очередь, контрафакт, китайский контрафакт, который появляется на рынке, который значительно дешевле и составляет недоброснувестную конкуренцию нашему предприятию. Мы договорились с руководством предприятия, что они подготовят нам специальные рекомендации, с которыми мы обратимся в правительство. Проблему слабой конкурентоспособности с китайской продукцией, предлагающей откровенный фальсификат, Владимир Киселёв пообещал решить при поддержке губернатора области. Екатерина Старикова, Борис Шиголев, Губерния, 33.